ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Комментарии согласились с позицией МИДа России, что Китай является основным стратегическим и торгово-экономическим партнером России, поскольку российско-китайские взаимоотношения – это стабилизирующий фактор в современном турбулентном мире, оказывающий существенное влияние на развитие общемировой ситуации. В ходе обсуждения вопросов воспитания молодежи противодействия цветным революциям депутат Госдумы Виктор Водоладский предложил уделять большее внимание расширению культурно-познавательных связей с Китаем, созданию военно-патриотических лагерей. Также обсуждался вопрос о создании памятников погибшим военам Советской Армии в местах сражения на территории Маньчжурии в период совместной российско-китайской борьбы с японскими оккупантами. Член депутатской группы Ирина Белых отметила важность наращивания культурно-образовательной составляющей в международных отношениях, а также обратила внимание заседателя на высокий уровень развития внутреннего туризма в Китае и необходимость применения данного опыта в России. В ходе заседания участники обсудили широкий круг вопросов, в числе которых развитие сотрудничества в области борьбы с терроризмом и подрывной деятельностью ряда западных некоммерческих организаций, взаимодействие в сфере оборонных технологий, военно-технической поддержки, совместная деятельность, направленная на развитие культуры ветеранских и молодежных организаций. Также китайской стороной был отмечен большой вклад российских банков, в частности банков ВТБ, в укрепление банковского сотрудничества, привлечение инвестиций в Россию и расширение торговли в национальных валютах. Были обозначены конкретные достижения российских компаний в сфере поставки энергоносителей в КНР, Роснефть, и предоставление эффективных удобрений, способствующих развитию сельского хозяйства Китая. Участники заседания отметили перспективность сотрудничества в сфере производства гражданских широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, которые реализуются со стороны России Объединенной авиастроительной корпорацией. Между прочим тем, особый интерес у присутствующих вызвал вопрос российско-китайского взаимодействия на уровне регионов, в частности побратимства между Хайнанем и Республикой Крым. Полномочный министр Чжэнь Сяо, отвечая на вопрос депутата Госдумы Михаила Шеремета, подтвердил, что Крым предоставляет все возможности для деятельности китайских инвесторов и готов принимать туристов из Китая. В завершении заседания участники отметили готовность двух держав к развитию стратегического партнерства, к конструктивному взаимодействию и расширению связей в различных сферах жизни. Продолжение следует...